Вот уже потихоньку начинают в бурсе розы расцветать. Огромный куст. А вот здесь вот красные, а это вот вся усыпана розочками. Кустик этот. Вот, посмотрите на нас. Две подружки в очках и в павлово-посадских платках. И где мы идем? Зашли в какой-то район трущоб, непонятно как. И идем в гости к моей подруге, которая в прошлый раз была у нас в гостях. Теперь наша очередь. Вот надела я шерстяной платок, несмотря на 20 градусов, которые у нас сегодня на улице. Вчера у нас была зима, вчера было 9 градусов, плюс 9, даже по-моему меньше. Это просто было что-то, и дождь, очень сильный был дождь. Ой, да, куда-то мы зашли, по-моему, не туда. Реально не туда, сейчас коляска здесь не поедет. И посмотрите, брусчатка и коляска. Вот так вот мы и идем. Но от платка совсем не жарко, потому что есть небольшой ветерок. Ой, я вам сейчас покажу. Посмотрите. Ну как коляска едет? Едет нормально? А еще здесь пахнет как на этом, не на трамвайных, а на путях, где поезда ездят. Пахнет таким, я не знаю, как мазутом что ли, гарью. Потому что здесь топят печками. Посмотрите, какие дома. Ой, вот так. Ну сейчас мы этот участок быстренько пройдем. А, сейчас я покажу, какая дверь. Вот такая дверь. Вот мы добрались до Эльвирочки. Какую она красоту напекла. Сейчас она будет еще и кремом сверху смазывать. Так, не знаю, она должна немножко потом впитываться. Я один раз всего лишь готовила. Вот такой получился красивый столик. Как вкусно пахнет, прям такой сливочный вкус. Я тоже решила такие рогалики делать. Обязательно не знаю, что я. Я попробую тоже нажать. Субтитры сделал DimaTorzok. Не хочешь такое? Сладкое? Да. Как Елисей вкусно ест. Сегодня мы отправляемся на экскурсию в город. Стоим на станции метро, ждем поезд. И наш поезд уже тоже подъезжает. Вон он. Как всегда, уже знакомая всем моя картинка. Ну как тебе на поезде Елисей, нравится? Да. Смотри в окно. Вот так вот мы и едем. Всем привет. Надеюсь, сегодняшняя экскурсия получится интересной. Да, Елисей? Елисей первый раз едет на экскурсию. Я в руле экскурсовода. Вот и с нас. Сейчас мы заходим в Копалы-Чарши, в закрытые торговые ряды. И идем в сторону Улуджами. Погуляем там. 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 зайти сюда, в Козахан. Если я не ошибаюсь, то в старину здесь было что-то типа конюшни. А сейчас здесь такой уютный дворик. Вот здесь вот торговые ряды, а внутри дворик, где растут растения, там тенек, прохладно. Можно посидеть, попить чай, перекусить что-то. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» А это вход в антикварную лавку. Если получится сейчас там что-то снять, снимем, потому что там очень красивые вещи есть, старинные, со времен Османской империи сувениры сохранившиеся. Это не совсем старина, да, но прикольная, как говорит Ирина, интересная ночь. Вот это вот уже старинные поделки. Вот это вот старинный фарфор. Я как-то здесь была, спрашивала, сколько они стоят. Они очень дорогие. Я не знаю, сколько в районе, 20 тысяч лир, что ли, или 30 тысяч примерно. Говорят, что со времен Османской империи. Здесь вот еще разные украшения. Музыка. 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 Вот это вот все вышиваночки, они старинные. Тоже это новые, мы увидели. А, это новые. А это все старинные? Вот это тоже, да? Очень, очень красиво. Да, очень красиво. А вот эти вот... Это откуда? Это три избекские, из Узбекистана. Из Узбекистана. Я так и подумала. Но это из Турции. Ирина, ну как тебе наш город? Очень красиво. Понравилась экскурсия? Как я тебе в роли экскурсовода? Очень чуть-чуть мило. Напросилась на комплимент, конечно же. Ну вот и все. Нагулялись мы вроде бы. Вышли из Чарши. Сейчас пойдем перекусим. И будем домой направляться. Иринке вроде бы все понравилось. Надеюсь. Я старалась, показала все достопримечательности, какие только могла здесь у нас в центре. Надеюсь, и вам было интересно с нами. До встречи в следующих видео. До встречи в субтитрах. До встречи в субтитрах. "'